пробившись через льды к счастью не очень протяженные плотные мы на шестьдесят седьмом градусе южной широты и 175 градусе восточной долготы достигли открытого водного участка утром 26 октября на южном горизонте показался желтоватый отблеск знак что близок снежный берег и еще до полудня мы с трепетом завидели впереди могучую одетую снегом горную цепь заступавшие весь горизонт это был долгожданный аванпост обширного неисследованного континента загадочного мертвого царства мороза перед нами очевидно простиралась адмиралтеевская гряда открытая россом и теперь нам нужно было обогнуть мыс адр и вдоль восточного побережья земли виктории следовать до места где вы планировали устроить базу на берегу пролива макмердо у подножья вулкана эребус 77 градусов южной широты заключительный отрезок пути поражал воображение на западе теснились таинственные ноги и пики солнце полуденное низко над северным горизонтом полуночная и того ниже над южным бросала бледно-розовые лучи на белый снег голубоватый лед разводе черный гранит крутых склонов на пустынные вершины порывами налетал жуткий антарктический ветер в его завываниях чудились иной раз живые ноты отчаяния затрагивая какие-то подсознательные воспоминания этот разноголосый плач будил во мне смутные страхи чем-то этот пейзаж напоминал странные тревожные азиатские полотна николая рериха и даже еще более странное и тревожное описание зловещего плоскогорья лэнг из некрономика на написанного безумным арабом абдуллом аль-хазредом позднее мне пришлось пожалеть о том что я вообще ознакомился в библиотеке колледжа с этой чудовищной книгой 7 ноября мы временно потеряв из виду горную гряду на западе миновали остров франклина а на следующий день перед нами показались на фоне длинной цепи гор пари конические вершины вулканы эребор и террор на острове роса к востоку простирался белой линией большой ледовый барьер он вставал из воды перпендикулярно похожий на скалистые утесы вебика водный путь к югу здесь кончался после полудня мы вошли в пролив макмердо и пристали к берегу с подветренной стороны от курящегося эребоса вулканический пик высотой 12 тысяч футов громоздился к востоку похожий на японскую гравюру со священной горой фудзияма на заднем плане виднелся террор потухший вулкан высотой 10 тысяч 900 футов время от времени эребос выпускал клубы дыма один из аспирантов очень способный молодой человек по фамилии данфорд указал нам на потеки лавы на снежном склоне и заметил что это гора открытая в 1840 году несомненно рисовалась воображению эдгара по написавшего семью годами позже словно лава катилась огнем словно серные реки что я ник льет у полюса в сне ледяном что на северном полюсе я ник с астоном льет подо льдом данфорд увлекался фантастической литературой и пони сходил у него с языка я и самым интересовался из-за его единственного романа пугающего загадочного артера гордона пима эти действия происходят в антарктике и на пустынном берегу и на мощном ледяном барьере подаль забавно кричали и хлопали ласт бесчисленные пингвины в воде и на медленно несомых течением льдинах виднелось множество убеденных тюленей 9 числа вскоре после полуночи мы на шлюпках не без труда высадились на остров роса собой мы везли канаты по ним в люльках мы предполагали доставить кораблей груз впервые ступая на землю антарктиды пусть даже вслед со скоттом и шеклтоном мы немало волновались лагерь на мерзлом берегу склона вулкана предназначался исключительно для хранения запасов штаб-квартира оставалась на археме мы сгрузили на сушу буровую установку собак сани палатки провизию с церна с бензином экспериментальное оборудование для растапливания льда фотоаппараты и аэрофото камеры детали разобранных самолетов и другие принадлежности в том числе три переносных рации помимо тех что имелись на самолетах чтобы в какую бы точку антарктического континента мы не забрались с их помощью держать связь с большим прямо передатчиком на археме последний в свою очередь обеспечивал сообщение с внешним миром и должен был передавать наши репортажи на мощную радиостанцию в кингспорт хэдди штат массачусетс принадлежащую газете архем эдвард айзер мы надеялись уложиться с нашими планами в одно антарктическое лето но если не справимся не исключали и зимовку на археме миска тоник в таком случае прежде чем установится лед привез бы запасы для нового сезона сообщение о начальных этапах нашей работы уже появлялись газетах поэтому нет нужды вновь рассказывать о нашем восхождении на гору эребус об успешном поиске минералогических образцов различных пунктах острова росса они обычно скоростной работе установки пейбоде с легкостью одолевавший самые твердые породы об испытании оборудования для точечного растапливания льда об опасном подъеме с санями и припасами на ледяной барьер и наконец о сборке в лагере пяти громадных самолетов никто из высадившихся на землю а это были 20 человек и 55 аляских ездовых собак не заболел впрочем мы не сталкивались до сих пор не сильными морозами не с бурями температура не опускалась ниже 25 градусов а для жителей новой англии это не особенно суровая погода лагерь на барьере был предназначен для складирования горючего провизии динамита и других запасов для переброски исследовательского оборудования мы собирались задействовать четыре самолета тогда как пятый с пилотом и двумя моряками оставались в резерве чтобы эвакуировать нас если весь прочий воздушный транспорт выйдет из строя позднее когда один или два самолета бывали свободны мы использовали их чтобы доставлять грузы со склада на вторую постоянную базу она располагалась в 700 милях южнее на большом плоскогорье за ледником бирдмара наши предшественники единодушно сообщали об ураганных ветрах дующих оттуда однако мы решили что экономней и вообще рациональней будет не устраивать промежуточных баз в радиосообщениях рассказывалось о головокружительном четырехчасовом перелете нашей эскадрильи над мощным шельфовыми льдами это было 21 ноября о гигантских пиках на западе и бездонной тишине глупым эхом откликавшийся на шум наших двигателей ветра нас не особенно беспокоили однажды мы попали в непроницаемый туман однако сориентировались при помощи радиокомпаса между 83 и 84 градусом широты перед нами вырос обширный подъем самый большой долинный ледник в мире ледник бирдмара скованное льдом море уступило место хмурому гористому берегу наконец по-настоящему вступили в белый охваченный вековым сном мир крайнего юга и едва это осознав разглядели в отдалении на востоке вершину горы нансона высотой почти 15 тысяч футов как мы благополучно оборудовали на леднике в точке с координатами 86 градусов широты и 174 градуса восточной долготы южную базу как добирались на санях или самолетом в различные близлежащие районы как успешно с феноменальной скоростью проводили там буровые взрывные работы все это осталось в истории равно как и нелегкое на триумфальное восхождение пейбеди с двумя аспирантами гедни и кэролом на гору нансона состоявшиеся 15 декабря мы находились на высоте 8500 футов над уровнем моря и когда пробное бурение показывала что в данной точке нас отделяет от твердой земли не более 12 футов снега и льда шла вход установка для точечного растапливания льда а затем буры и динамит в результате мы получили минералогические образцы в таких местах где и не мечталось прежним исследователем полученные таким образом до кембрийские граниты и песчаники серии бекон подтвердили наше мнение что данная плата сходно по геологическому строению с обширным континентальным массивом на западе однако несколько отлично от областей расположенных восточнее ближе к южной америке в ту пору мы предполагали что эти области образуют другой меньший континент отделенный от основного замерзшим потоком между морями роса и уэдала однако впоследствии берт эту гипотезу опроверг в ряде случаев бурение показывало что данный песчаник заслуживает более внимательного исследования добыв при помощи динамита и зубило образцы мы обнаружили интересные следы и фрагменты ископаемых организмов прежде всего папоротниковых морских водорослей трилобитов кринеадидов а также плеченогих и брюхоногих моллюсков все эти находки представляют большую ценность для изучения ранней истории антарктического региона среди прочего лейк обнаружил странный борощатый треугольник размером фут по большой стороне который он сложил из трех сланцевых фрагментов взятых из рывной воронки работа велась на западе вблизи хребта королевы александры и лейк как биолог признал отпечаток весьма странным и наводящим на размышления хотя мой взгляд геолога увидел в этой рябе довольно обычную для осадочных пород картину поскольку сланец представляет собой не более чем метаморфическую формацию содержащую спрессованный осадочный слой и поскольку давление само по себе причудливо искажают любые формы борощатый треугольник не вызвал у меня никаких вопросов термин Pak destиты геолог ba лист разбирай реб